Разговор у рождественских яслей Маленький мальчуган навещал своего дедушку. Он наблюдал, как дедушка вырезал из дерева громоздкую фигуру для рождественских яслей. Несколько других стояли уже готовые на столе. Слегка утомленный, малыш положил свою руку на край стола и долго рассматривал интересные фигурки. Мальчик и не заметил, как уснул. А во сне все персонажи яслей ожили. Он особенно удивился, что мог с ними говорить. И еще пастухи, волхвы, Мария с Иосифом не были больше маленькими, а он большим. А наоборот, он ходил среди них, ничем не выделяясь. Так очутился он со всеми в Хлеву, в Вифлееме. Мальчуган взглянул на младенца Иисуса. Иисус посмотрел на малыша. Вдруг мальчик сильно испугался, и слезы подступили к его глазам. «Почему ты плачешь?» Спросил Иисус. «Потому что я тебе ничего не принес». «А я с удовольствием хотел бы что-нибудь от тебя получить», ответил Иисус. Малыш стал красным от радости. «Я хотел бы получить от тебя три подарка», сказал Иисус. «Мальчуган выпалил!» «Мое новое эго и новую книжку». «Нет!» возразил Иисус. «Мне ничего этого не нужно. Я не для этого пришел на землю. Я хотел бы от тебя получить нечто другое». «Тогда что же?» спросил удивленно малыш. «Подари мне твое последнее домашнее задание в школе». Тихо сказал Иисус. Это испугало мальчонку. «Иисус!» Пробормотал он совершенно смущенно, вплотную подойдя к яслим, а затем прошептал. «Моя учительница сказала, что я написал сочинение очень плохо и поставил прихую оценку». «Как раз поэтому оно мне и нужно». «Ну зачем же?» спросил мальчик. «Всегда приноси мне то, о чем другие сказали, что это плохо, то, что было важно для тебя, но не понято другими». «Да, конечно!» ответил мальчуган. «Но я хочу еще один подарок от тебя», сказал Иисус. Мальчонка беспомощно посмотрел на него. «Твою кружку для молока». «Но я же я сбил его сегодня». «Вырвалось у малыша». «Тебе нужно всегда приносить мне то, что ты разбиваешь в своей жизни. я хочу сделать это снова новым». «Ты дашь мне это?» «Да», прошептал мальчик. «И теперь мое третье желание», сказал Иисус. «Тебе нужно принести мне твой ответ, который ты дал своей маме, когда она спросила, как же твоя кружка разбилась». «Тогда мальчонка коснулся лбом краешка яслий и горько заплакал». «Я... я... я...» схлипывал он. «Не нечаянно я сбил стакан». «Поправда, я специально бросил его на пол». «Да, и тебе нужно всегда приносить мне твой обман, упрямство и злость», сказал Иисус. «И если ты придешь ко мне, я помогу тебе, я выслушаю тебя, возьму тебя за руку и укажу правильный путь. Хотел бы ты получить такой подарок от меня?» На этом сон закончился, и мальчик проснулся. Он в торопях рассказал все дедушке. Дедушка, проживший жизнь и любя Иисуса всем сердцем, прослезился. И объяснил внучеку значение сна. «Иисусу, Царю всей Вселенной и Спасителю мира, не нужны от нас подарки. Ему нужны мы, наше сердце, наши боль и разочарование, когда мир отвергает нас, наши неудачи и наши проблемы, наши грехи, которые он омоет своей кровью, взамен он подарит нам самый лучший подарок в нашей жизни – самого себя». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова